В этом году проводилось исследование уровня удовлетворенности жителей Таллина, согласно которому в нашем городе живет очень гостеприимный народ. Во всяком случае, можно сказать, что таллинцы положительно относятся к туристам. 61% считает, что туристов могло бы быть больше, 29% — что их достаточно, и только 3% наших горожан — за то, чтобы туристов было меньше. Прокомментировать эти цифры мы попросили Ирину Свидлов, руководителя проектов отдела туризма Таллинского стратегического центра, которая сегодня в гостях в студии «Новостей Таллина». Добрый вечер. Добрый вечер. Не могу не спросить про эти 3%. Что же им так не нравится? Чем же им так навредили наши туристы? Чем конкретно недовольны эти 3% мы сейчас сказать не можем, но я сама предполагаю, возможно, они или очутились, в частности, в старом городе, в какой-то массовой празднике, может, им не очень комфортно, а может, просто люди сами по себе, по характеру интроверты, и не очень любят людей, и чтобы была какая-то толкучка. Так что на самом деле радует, что такой маленький процент недовольных, и больше я бы обращала внимание на тех, которые с удовольствием принимают у нас зарубежных туристов, в том числе и рады видеть их на улицах нашего города. Потому что в первую очередь туризм — это доходы не только гостиницы, не только рестораны, но и объекты культурного назначения, музеи и тому подобное. В конце концов, и экскурсии проводятся, гиды получают работу. Так что в любом случае, в первую очередь, это экономика. И потом, конечно, многообразие культурных мероприятий, потому что чем больше к нам приезжают, тем больше организаторы мероприятий готовы что-то проводить. И это тоже делает жизнь в городе разнообразнее. Так что, я думаю, очень много факторов, которые положительно влияют. Но еще положительно влияют и титулы, которые получает Таллинн. Например, зеленая столица Европы, спортивная столица. Например, в 2011 году наша столица несла титул культурной столицы. И это влияние еще было продолжено в течение 6-7 лет. То есть интерес именно к городу Таллинну. Я думаю, вот эти два титула, которые вы тоже указали, они очень важны именно с этой точки зрения, что они не важны только для этого года, когда они проходят, а еще это влияние будет продолжаться. Но есть у нас еще не очень хорошая новость, потому что, с одной стороны, число туристов растет, которые приезжают к нам на мероприятия, а с другой стороны, число круизных туристов снижается. По круизному туризму, к сожалению, мы можем сказать, что в этом году он будет намного ниже по показателям, чем прошлый год. Сам сезон начнется в мае. И ожидаем менее 100 круизных судов, если даже и они к нам зайдут. Сейчас непростая ситуация и с туристами из России. Их действительно было много. Сможем ли мы как-то эту пустоту в нише туризма заполнить? Ну, вот в отношении зарубежного туризма, можно сказать, что по статистике первого квартала этого года он достиг уровня 2019 года. Мы сейчас вот сравниваем всю туристическую статистику с допандемическим временем. И это уже показатель, что, в общем-то, неплохо начался год. Но, как я сказала, прогнозы умеренно оптимистические, потому что очень много факторов влияет, в том числе экономические повышения цен, транспортное сообщение и, конечно, геополитическая обстановка. Но мы будем надеяться на лучшее. Только на лучшее. Спасибо большое. В рекламных проспектах для туристов написано «Приехать в Эстонию и не побывать в ее столице с прекрасно сохранившимся средневековым городом у моря значит зря съездить в эту страну». Теперь же, как говорится, с цифрами в руках можно добавить, что гостеприимные жители Таллина и власти столицы очень любят и ждут гостей. Не рады им только 3%. Но, поверьте, гости их даже не заметят. В чем убеждена и же наша гость Ирина Свидлов, руководитель проектов отдела туризма Таллинского стратегического центра. А мы переходим к другим темам.